Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и мы продолжаем разговор о так называемой обратной вертушке Феймана, то есть о такой турбинке, которая работает не на выбрасывании воздуха или воды из сопел наружу, а наоборот на всасывании и при этом тоже вращается. В первом ролике этой серии турбинка на всасывание у нас не заработала, во втором я продемонстрировал работающую турбинку, но там могли еще оставаться вопросы, происходит ли это благодаря некоторым процессам на наружном входе в сопла, либо на внутреннем выбрасывании воздуха из сопел в объем баночки, которая уже была надета на ось и через эту ось откачивался воздух. И вот вчера я подумал, что мы можем пойти дальше. Меня очень сподвигла на это одна реплика к нашему первому ролику, оставленной Александром Берниковым, о том, что надо смотреть на реактивную струйку, внутри банки. Ну и я подумал и придумал вот такое устройство. Как многие просили, здесь есть загибающиеся трубки, которые входят в банку не направлено на радиус, а по касательной. Но эти трубки, кроме всего прочего, можно еще и разворачивать в одну и в другую сторону и смотреть, что при этом происходит, что мы сейчас и сделаем. И мы начнем наш опыт с того, что убедимся, что турбинка хорошо работает на выбрасывание. Сейчас сопла стоят вот в таком положении. Включаю пылесос на выдувание. Турбинка вращается в ту сторону, куда ей и положено. А теперь развернул сопла в противоположную сторону. Теперь турбинка должна вращаться вот так, да? Сейчас мы это проверим. Включаю. Ну, как должна вращаться, так и вращается. И, наконец, третий контрольный опыт. Поставлю сопла вертикально, так, чтобы струй били по радиусу к центру. Ну и опять же, как мы ожидали, турбинка никуда не вращается. А теперь я перевел пылесос в режим работы на всасывание. Включаю пылесос. И мы видим, что турбина сейчас вращается соплами назад. Давайте мы остановим все это хозяйство. Сменим направление сопла на противоположное. Включим установку. А турбина продолжает вращаться в ту же самую сторону. И это значит, что направление сопел никак не влияет на то, куда она будет вращаться. Я, конечно, имею в виду наружное направление, а не внутреннее. Ну и контрольный опыт. Вот. Ставлю сопла вот так, по радиусу. Включаю еще раз. И турбина вращается снова. Причем она все три раза вращалась в одну и ту же сторону. Ну да, говорим мы теперь, все понятно. Струи врываются по касательной, по внутреннюю область. Формируют здесь вихрь. Вихрь вращается в одну сторону. А поэтому, в силу принципа реактивного движения, сама турбинка будет вращаться в другую сторону, как показано красными стрелками. Но не спешите говорить, что все понятно, потому что у нас остался еще один опыт. Я его показывал в предыдущем ролике. Может быть не все обратили на него внимание. Так что сейчас я повторю его снова. И снова установлю баночку на место. Включаю установку. И никакого вращения нет. Даже если я чуть-чуть помогу, турбинка все равно останавливается. Но смотрите, струи бьют там внутри по касательной. И это означает, что наверху вихрь, по-видимому, все-таки вертится. А вот внутрь в трубочку он пройти не может. Но спрашивается, а каким образом этот вихрь, который вращается наверху, почему он не раскручивает баночку, как я только что рисовал? Почему вата, которая дает воздуху пройти вниз, но гасит вихревое движение, не дает уносить момент импульса? Почему система при этом не вращается? Разве вот в верхней части на банку и на сопла, которые стоят косо, не действуют те же самые силы? Ну и это вопрос, над которым следует серьезно задуматься. Прямо скажу, что ответа я на него не знаю. Я понимаю, как объясняется, не вращение банки в этой ситуации на языке закона сохранения момента импульса, но не понимаю, как его объяснить на языке действующих сил и моментов сил. И это то, над чем, как я думаю, нам хорошо было бы вместе подумать. Так что ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok